МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Часть вопросов, их посредством опросов и исследуя интернет подготовили наши редакторы, задам я. Другая часть вопросов доставлена из районов города. Там накануне побывали наши корреспонденты и пообщались с жителями. Ну а третья группа вопросов – это вопросы телезрителей и интернет-зрителей, то есть ваши звонки. Леонид Николаевич, буквально три часа назад закончилась встреча депутатов областного собрания и городской думы, на которой обсуждался законопроект о реформе местного самоуправления в Архангельске, в Архангельской области. Ну, фактически, я так понимаю, это было первое общественное обсуждение нового закона. Какие мнения прозвучали? Информация, что называется, из первых уст. Закон, собственно, направлен для людей, а не для чиновников. И здесь, конечно, главный вопрос о том, что или выборы мэра, как сейчас, должны быть и народными, или меняется система управления городом, так называемая двухступенчатая, глава города и сети менеджера, так называемая, или, как в законе его называется, глава администрации города. Мы, в принципе, конечно, высказывали свои предложения, но, к сожалению, не участвовали в работе комиссии, которая работала над проектом закона. Ни этот закон не получил такого всеобщего обсуждения. Поэтому, конечно, вот такая встреча действительно была первая, где мы по-хорошему пообсуждали. Эти поправки будут вноситься? Ну, мы обязательно внесем эту поправку и надеемся, что депутаты областного собрания, конечно, ее рассмотрят. Вот суть проблемы, которая существует. Но, на самом деле, если говорить с самого начала, то, конечно, система выборов главы муниципального образования всеобщими выборами, она, конечно, очень сложная. Достаточно бывает грязная система выборов, вы знаете, да, непонятные, кто там участники, но она обеспечивает все-таки право, конституционное право граждан избирать, быть избранным. И она наиболее защищает, наверное, граждан от тех или иных катаклизмов. То есть, все-таки, мэр, который всенародно выбран, конечно, его сложно снять с должности и так далее. Это вот это двухступенчатая система. Это довод в пользу мэра. А какие доводы приводятся в пользу сети-менеджера? Ну, выстраивание вертикали власти, прежде всего, потому что, конечно, есть случаи, да и у нас непростые отношения существуют с губератором, не потому что у нас какие-то там межличностные плохие отношения, а потому что мы, как руководители структур, он большой начальник, главный начальник в области, я поменьше руководитель города, ну, большого города. Областного центра. Есть областного центра, столицы, и поэтому у меня там нет каких-то личных амбиций, да. А есть желание все-таки добиться, чтобы наш город был действительно настоящей столицей нашего края, да. И в городе, проживая 357,4 тысячи населения, то есть даже если подушное финансирование, то бюджет города Архангельска должен быть значительно больше. Или должны существовать, как мы предлагаем, и как было раньше, какие-то специальные программы, направленные на то, чтобы действительно город Архангельска превратить действительно в столицу. На текущий момент финансирование Архангельска получают из области или из федерального центра? Нет. Значит, бюджет города Архангельска 7,3 миллиарда рублей. Город Архангельска в бюджет консолидированный зарабатывает и отдает 20 миллиардов рублей. Поэтому мы, конечно, справедливо просим, чтобы, ну, не все 20 миллиардов рублей, но какие-то большие средства все-таки городу Архангельску выделялись. Причем, если там региональная власть, правительство, ну, каким-то образом не доверяет мэру города или его населению, депутатов Гордумы, кстати, у нас очень деловые хорошие отношения с депутатами Гордумы, поэтому мы выступаем как действительно единственная такая муниципальная власть, то мы предлагаем, пожалуйста, какие-то программы благоустройства города, набережная, дороги, там, строительство. Пусть это идет под патронатом правительства и личного губернатора, но в городе Архангельске. Сегодня главная задача, собственно, наверное, по большому счету, неважно, мэр будет всенародно избран или вот системой предложенной, по большому счету, сегодня важно другое. И президент Российской Федерации об этом не раз говорил, о распределении, о четком распределении функций. То получается, конечно, с другой стороны, что функции, которые у муниципалитета растут, с каждым годом их становится все больше. Мы отвечаем за все, а под это нет средств. И очень сложно мэру, как бы он там не хотел, что-то сделать, но нет денег. И, значит, какие-то вопросы не решаются, особенно глобальные, которые связаны с развязками дорог и так далее, и так далее. То есть сегодня вопрос, как всегда, конечно, финансовый. И мы еще раз говорю, мы не против, чтобы в городе Архангельске, но под патронатом правительства, губернатора, но делалось в городе Архангельске. Он особый город, город, как мы говорим, старинный и молодой. И, конечно, беда нашего города в том, что у нас 6606 домов. Из них 4200 – это деревянные дома. Ну, так сложилось исторически. То есть 3 четверти практически. То есть, да, а из них там половина вообще с печным отоплением. То есть вот эти вопросы решения, вопросы переседания людей с ветковарийного жилья, там почти полторы тысячи ветковарийного жилья существуют. Есть, конечно, федеральные программы, и это очень здорово. Федеральные, региональные, потому что софинансирование, основные средства идут с федерального бюджета, регионального бюджета, и софинансирование с города. Мы, конечно, участвуем по полной схеме. Не все в этом вопросе, и мы не скрываем это хорошо. Есть проблемы там. Ну, мы это и видим, собственно говоря. Есть, да, и критика звучит совершенно справедливая. Но, когда мы действуем в едином порыве, тогда мы не ищем причины друг на друга переложить виноватым губернатор или мэр, а мы ищем пути решения этих проблем. Вот чего нам надо добиться. Четко распределить финансирование, функции, под них деньги. Мы знаем, может быть… То есть, речь идет о том, работать под губернатором или не работать под ним. Речь идет о том, что это единая команда. Ну, под губернатором всегда надо работать, по большому счету, потому что он назначен президентом Российской Федерации, и он является главным в области. Поэтому я вот считаю, что губернатор, как высшее должностное лицо, должен и найти вот тот компромисс, и, значит, те пути решения проблемы. И главная задача там не найти там виновного, да, а все-таки вместе решить проблему. Вот моя такая позиция, а не то, что какие-то личные амбиции, я не думаю, что… Понятно, понятно. Да, в этом заключается вопрос. Поэтому вот всегда главный вопрос – вопрос власти, да. Вот, но тут не идет об этом речь, там, между губернаторской властью и муниципальной. Речь идет как более компактно и с учетом того, что и говорит президент Российской Федерации. Закон, на самом деле, принят 136-й закон, он принят рамочный. Президент Российской Федерации, как человек очень мудрый, и Дума тоже приняла этот закон, потому что она дала на откуп субъектам Российской Федерации. На месте разобраться, исходя там из исторических, организационных, территориальных… Мэр или сити-менеджер. Да, вот надо разобраться. Поэтому нужен диалог. Нужен диалог, слава богу, сегодня все-таки он первый диалог, там, может, не совсем такой… Но все же состоялся. 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 Я думаю, что мы все-таки за это время будем двигаться и найдем компромисс. Еще раз говорю, моя главная задача, вот срок моих полномочий заканчивается в марте 2016 года, вот закон после этого вступает в силу, значит, создать такие условия, чтобы город Архангельск развивался. Ну, дай-то бог, дай-то бог. Продолжим, продолжим о насущном. Осень, сентябрь, начало отопительного сезона. Как город подготовился? Что успели, что не успели? Чего нам ждать зимой? Ну, я всегда говорю, что мэров надо мерить не сроками, годами избрания, а зимами. Для меня это будет восьмая уже зима, и они были каждая по-своему. Трудна, потому что город Архангельск, очень сложный такой механизм, подготовка требует огромнейших усилий. Протяженность города очень большая, сетей, море. Есть проблемы, скажем, с водоканалом, но, несмотря на все эти проблемы, в этом году мы более быстрыми темпами, ну, видно, уже научились решать проблемы. Мы готовимся к зиме. У нас получается так, 83% дает тепло ТЭЦ населению, и здесь на 100% готовность есть. Последнее, что называется, штрихи после вторых испытаний, гидравлических испытаний, сеть предложит ТГК-2. И еще, кроме этого, еще 8 организаций, которые дают тепло. То есть вот такая серьезная сфера. 39 котельных находятся в эксплуатации «Архоблэнерго». Это организация, которая 100% принадлежит правительству Архангельской области, и в этом вопросе мы вместе решаем эти проблемы. И, в принципе, степень готовности котельных порядка 80-85%. То есть мы, в принципе, да, и что касается вообще готовности, то на 100% мы готовы уже запустить котельные. Ну вот температурный режим должен быть следующим в течение недели, не ниже плюс 8 градусов, тогда мы включаем. Но я уже дал сегодня распоряжение. В смысле не выше, да? То есть ниже плюс 8, тогда включаем? Не ниже, да, плюс 8, тогда включаем. Но в прошлом году, позапрошлом году мы включались с 1 сентября, в прошлом году с 5, учитывая погодные условия, мы с понедельника готовы с 8 сентября включить социальную сферу, затем жилфонд. Жилфонд тоже готовится серьезными темпами. Но еще раз говорю, что вот поскольку специфика города такая серьезная, есть дома с печным отоплением, просто дома неблагоустроенные, деревянные дома, здесь сложности определенные есть. Но могу заверить, что город Архангельск к началу отопительного сезона готов. Тут вот вся тоже в прессе проходит разная информация о том, что вот город испытывает какие-то трудности. Вот, честно говоря, трудности они всегда есть. Но их, слава богу, в этом году меньше, чем в прошлом году. И мы идем там согласно графика и готовы начать отопительный сезон. Поэтому все решаемое. И еще раз говорю, все не так просто, но решаемое. Что касается даже того же водоканала, где серьезная ситуация. Водоканала давайте подойдем. Нет, я о нем не буду говорить в принципе, я только о подготовке к зиме. И даже водоканал в тех условиях, в которых он существует, он тоже готовится. Поэтому в зиме готовых. О существует сложных условиях, да, но мы к нему подойдем еще чуть позже. Конечно, если будет интересно. Как я говорил, у нас ряд сюжетов, то есть они подготовлены в каждом из округов. Сейчас я прошу нашего режиссера показать сюжеты из Маймаксы. Посмотрим, какой вопрос придет оттуда к вам. Сегодня в Маймаксе проживает более 24 тысяч архангелогородцев. Самому большому по площади округу большое внимание муниципалитета. Так, в поселке 23-го лесозавода при поддержке мэрии Архангельска была построена современная котельная, которая работает на биотопливе, прессованных опилках или так называемых пилетах. В 23-м лесозаводе я уже живу 40 лет. В квартире у нас тепло. Как построили котельную, очень тепло. Второй год и затапливают вовремя, и вода очень горячая. Перебоев никаких нет. Перебоев с горячей водой нет и в новой муниципальной бане номер 9 в поселке Маймаксанского лесного порта. В 2006-м году старая парная была закрыта из-за аварийного состояния. Новую открыли в 2010-м. Ее построили за счет городского бюджета. 15 миллионов. Именно столько было выделено на баню для островитян. Ее заведующая Алла Прилудская с воодушевлением рассказывает о всех новшествах парной. Отдохнуть душой, а заодно и прочесть последние новинки литературы можно в новой центральной библиотеке Маймакса, открывшей свои двери в декабре 2013 года. Этого события жители округа ждали 10 лет. Именно столько учреждения не имело собственного здания. Благодаря решению мэра города Виктора Павленко Маймаксанская библиотека номер 6 получила новое помещение на улице Победы 46. Детский и взрослые абонементы, читальный зал, учебные классы с мультимедийной техникой. Вот лишь малая часть библиотечной начинки. Фонд у нас составляет 25 тысяч. Это и периодические издания, и электронные издания. Ну и сейчас, что у нас, четыре компьютера для обучения населения. И на каждом абонементе, на каждой кафедре по работникам тоже, по монитору, по компьютеру. Все, и интернет есть, и все. И вай-фай есть. За последние три года муниципалитет сделал огромный скачок в решении вопроса очереди в дошкольные учреждения столицы Поморья. Яркие примеры тому также можно найти и в Маймаксе. Один из них – детский сад «Почемучка», открывшийся в 2011 году. Он рассчитан на 12 групп, одна из которых – ясельная для малышей с полутора лет. Огромное спасибо мэру, который пообещал и выполнил свои обещания. Отремонтировали этот детский сад, создали такую прекрасную площадку, условия. Мы очень рады. Открытие «Почемучки» позволило окончательно снять проблему детских садов в поселке Экономия. Этот детский садик нужен был, потому что у нас Экономия – отдаленный поселок. Естественно, что возить в другие районы было бы очень проблематично. В принципе, строители сделали свою работу хорошо и уложились в те сроки, которые были поставлены мэром. Череда обновлений не обошла стороной здания на улице Лесотехнической, дом 1, которое было полностью заброшенным. Но спортшкола «Каскад» этим летом начала обустройство в нем двух залов – тренажерного и для занятий единоборствами. Когда-то в стенах здания располагалось профтехучилище. После его закрытия помещение пустовали. Жители Маймакса вместе с депутатом Гурдумы Романом Зариповым обратились к мэру Виктору Павленко с просьбой обустроить там спорткомплекс. Восстановить здание и сделать спортивные залы городоначальник поручил уже в этом году в рамках специальной городской программы. Большая часть работ завершена. Ремонт внутренних помещений, то есть оборудование стен, покраска, навесной потолок, крыльца, да, и плюс еще полностью замена всего электрооборудования. Большой спортивный объект совсем скоро можно будет наблюдать и на территории школы номер 59. Когда-то на этом месте был пустырь, а теперь 800 квадратных метров Маймаксанской земли превратились в современное футбольное поле. Такая метаморфоза – результат усилий Российского футбольного союза, Федерации футбола Архангельской области и мэрии Поморской столицы. Здесь и уроки физкультуры у школьников будут проходить, да и во внеучебное время ребятня найдет, чем заняться. Летом футбол, зимой хоккей. Кстати, приближающиеся холода подогревают у Маймаксанцев интерес к коммунальной сфере. Виктор Николаевич, Маймаксанцы хотели бы узнать, все ликотельные готовы к отопительному сезону? Итак, все ликотельные Маймаксанский округ такой серьезный, протяженный округ. Там 14 котельных локальных и из них 12 принадлежит в аренде, находятся в Архоблэнерго и две котельные находятся участникам. Одна у ТГК-2, а другая у участника это ЛДК-3. Все котельные готовы к отопительному сезону. Что касается завоза угля на Бревенник, часть его завезена, часть сейчас подходит, поэтому могу сказать, что Маймаксанцы должны быть с теплом. Один из самых актуальных вопросов в плане отопления, когда включат его в детских садиках? Я еще раз говорю, что дал указание подготовить распоряжение. Мы с понедельника начинаем включать тепло в детских садах, школах, лечебных учреждениях с понедельника, то есть с 8 сентября. И затем постепенно будем включать жилфонд. Хорошо. В нашем детке будет тепло. Пришли вопросы по телефону. Спрашивает Виктор Иванович Миролюбов. Улица Смольный, Буян, 21. У дома идет строительство гаражей. Забивают сваи до 8 вечера. До 8 вечера. То есть, видимо, речь идет о том, насколько это законно, и это явно мешает жизни гаражан. До 20 часов, конечно, не могут забивать по закону еще сваи. Могут. А вот насколько законно, я думаю, что законно точно, потому что мы выделяем землю в соответствии с законом. И люди, надо сказать, отдать должное. Они, конечно, с беспокойством относятся, потому что в доме не у всех есть машины, не все строят эти гаражи. Поэтому беспокойство есть. И такой вопрос для Архангела Городца он непростой, скажем так. Если будут какие-то вопросы, я в дальнейшем подробно остановлюсь. Но мы еще раз проверим. Я дам поручение. Проверим. Когда возникает такой вопрос, куда горожанам обратиться? Значит, обращаться в мэрию или в округ. Это ближайшее. То есть, у нас город состоит из округов. Есть глава округа, его заместители. И они, как бы, полномочные представители мэра в округах. Это самый близкий орган власти. Ну, затем в мэрию первый этаж доступ не ограничен. Прийти, написать заявление или к заму обратиться, или ко мне в приемную. Масса вариантов решения этого вопроса. Я возьму на контроль, мы посмотрим еще раз. Хорошо. И вот тут же вопрос. Управляющая компания семь дней, банкрот. Горячей воды нет. Ну, управляющая компания семь дней. Ну, вообще, управляющая компания, это, конечно, такая тоже специфика города Архангельска. Но, честно говоря, я вот шесть лет работаю, мне то, что досталось, как говорится, в этом плане, то досталось. Конечно, изначально политика мэрии моих предшественников была совершенно неправильная, потому что хаотичное было создание управляющих компаний, повыхватывали какие-то сладкие, что называется, дома. Я считаю, что восемь округов и, в принципе, должно быть распределение примерно восемь-десять управляющих компаний, где должны быть и дома новые, высотные, многоэтажные, многоквартирные, и, конечно, деревяшки. Это должно быть вот такое сочетание. Ну, сложилось то, что сложилось, на сегодняшний день их девяносто семь. И, вроде, стабильность какая-то наступила, но постоянно у людей возникает вопрос. Что касается на сегодняшний день вот компании семь дней. компания, она перерегистрируется, но в этом плане, кстати говоря, люди задают и другие вопросы по управляющим компаниям. Как быть, если управляющая компания не удовлетворяет спрос людей и так далее. Значит, если дома в этом доме, мы привыкли еще все время, конечно, обращаться к власти, наверное, это правильно, но нужно в этом случае проявить самостоятельность и не ждать. Люди являются собственниками жилья. У нас 80% жилья приватизировано, поэтому собраться на общее собрание и проголосовать за другую компанию. Сейчас на рынке управляющей компании уже сложились компании, которые зарекомендовали себя и ни в коем случае не терпеть. То есть просто отказаться от их услуги. Отказаться от их услуги, взять управляющую команду. Позиция мэрии здесь однозначная. Мы всегда на стороне жильцов. Конечно, я сторонник того, чтобы создавались ТСЖ. Уже люди, непосредственно управление, это самая лучшая форма, и у нас более 300 ТСЖ, ТИЗов-ТИЗов, которые успешно обслуживают дома сами для себя, устанавливают нормативы для себя по вывеске мусора, по уборке и так далее, порядок, чистота, и всегда хочется таким помогать. И управляющие компании, конечно, есть, но управляющие компании все-таки на первый план ставят зарабатывание средств. Это коммерческая организация, они не скрывают. ТСЖ служит именно дом, в котором живут его участники. Дом или несколько домов. Поэтому сменить управляющую компанию сегодня не представляется сложным. Надо только желание жильцов. Да, еще. Целая сеть существует. Я сказал, жильцы, общее собрание жильцов, они могут это сделать. Они могут обратиться в ИРЦ, и если в этом доме на наши есть муниципальные квартиры, мы сами выйдем с инициативы общего собрания по смене управляющей компании. И третье, недавно создан, но достаточно успешно работает, это муниципальная инспекция, жилищная инспекция, в которую тоже можно обратиться, и в том числе к главе округа. То есть, сегодня было бы желание у людей, инициатива, и привести порядок, и сменить управляющую компанию, или сделать ТСЖ, можно, нет проблем. Сложнее, конечно, ну, обычно люди и не обращаются, это дома деревянные, ветхие, и здесь существует управляющая компания, которая 100% муниципальная. Переходим к образованию. На этой неделе, 1 сентября, случилось, заработали школы, детские сады. С чем подошла к новому учебному году система образования? Каковы перспективы развития? Что здесь происходит? Система образования в городе это 52 школы, 58 детских садов, 5 учреждений дополнительного образования. В общем, достаточно такая разветвленная сеть. Готовы полностью к 1 сентября, это и показало 1 сентября. Готовы к отопительному сезону, но мы сейчас 8 сентября все включимся. Честно говоря, уже несколько лет, как и по другим направлениям, но особое отношение, конечно, к образованию. Вот за последние годы мы вложили в систему образования, имеется в виду ремонты, подготовка теплоузлов, замена окон, дверей и так далее. Это косметические ремонты более 2 миллиардов рублей. Нам удалось построить 22 года назад, было построено в советское время еще при Павла Николаевича Балакшине, мэрии города, 45-я школа. И вот в этом году, в марте месяце, мы построили школу, 69-ю школу в Цыгламине, потому что эта школа деревянная была, она просто развалилась. И мы построили рядышком, снесли прекрасное футбольное поле. То есть работа... А школа легендарная. Школа, да, ну легендарная, чем вы имеете в виду? Тем, кто там учился. Да, выпускником этой школы являлся бывший губернатор Архальной школы, к сожалению, наимпокойный, Царство Небесное Анатолий Анатольевич Ефремов. И поэтому вот по просьбе учителей и родителей, выпускников, ему присвоено, в школе присвоено его имя. Кстати говоря, 13 октября исполняется пять лет со дня смерти. Поэтому по общему тут решению правительства области там будет открыт музей Анатолия Антоновича. Вот поэтому думаю, что он много очень сделал для Архангельской области, был действительно таким народным губернатором. Поэтому думаю, что это правильно. Ну вот возвращаясь все-таки к системе образования у нас и работа в дальнейшей работе в системе образования она продолжится в следующие годы. Если говорить о детских садах, конечно мы с каждым годом тоже программа такая в городе была, мы за последнее время открыли там используя все резервы в наших детских садах, построив, возвратив детские сады более трех тысяч мест. Но очередь существует, она там более девяти тысяч, но как мы говорим с ноля, то есть ребенок родился, сразу его поставили в очередь. И конечно самый пик то, что нужно выполнить, указ президента получается, что мы уже выполнили пару лет назад, еще до указа президента, то есть с трехлетнего возраста на момент первого сентября мы ребятишек практически сто процентов обеспечиваем местами. Самая большая проблема и востребованность это от полутора до трех лет, и таких ребятишек где-то около четырех тысяч. Главная задача обеспечить их, особенно конечно это от двух до трех лет, поэтому наша главная задача сейчас сосредотачивать именно на этом. Здесь конечно под спорь очень большое это федеральная программа, это так называемая дорожная карта, которой мы вместе с правительством области, вот сейчас по этой дорожной карте мы где-то в октябре месяце должны сдать на 219 мест детский садик Наполина Осипенко, значит детский садик большой на Розе-Эльгсубур строится, планируем начало строительства, проектированное строительство детского сада в Соломболе, где очень большая востребованность. То есть работа идет, еще раз говорю, может быть я этот сказочник какие-то нереальные вещи рассказываю, да, это на самом деле то, что сделано и то, что предстоит сделать. Сегодня для этого нужно конечно средства, где-то они по программе выделены, нужна воля, нужно терпение, нужна настойчивость для того, чтобы это дело осуществить, потому что и даже и в самой мэрии, и вообще как бы подрядных организаций есть проблема конечно профессионализма. Мы попадаем иногда в такие непростые ситуации, когда подрядчик снизу в цену, зайдя на объект, потом этот объект построить не может. Вот характерный пример у нас 4 дома по расстелению ветхого аварийного жилья на улице Доковская. Если будут потом вопросы, я... Хочешь надеяться, что эти подрядчики потом не получают подрядов больше никогда? Нет, это железно никогда, и самое главное, хочу сказать, что деньги им заплачены только за выполненные работы, поэтому в этом плане, чтобы горожане были спокойны, что деньги не ушли, не потрачены, не украдены, сейчас актируем и как незавершенную оформим Доковскую, продолжим строительство и все доведем до ума, это я обещаю. Коль мы заговорили о Анатолии Ефремове, о Цигламине, я предлагаю сейчас посмотреть сюжет оттуда и узнать, что происходит в Цигламине, что оттуда спросят. Архангельск издревле был флагманом зеленой экономики России. Сейчас на новом историческом этапе развития страны в Цигламине открылся завод, который использует уже самые современные технологии переработки древесины. Новая линия выгодно отличается от предыдущего оборудования, которое и морально, и технически давно устарело. Техническое перевооружение производства обошлось 25-му лесозаводу в 2,5 миллиарда рублей. Но это того стоило, говорят руководители предприятия. Сегодня производительность Цигламинского завода возросла в 2,5 раза. Его перевооружение даст дополнительный импульс развитию округа. Там, где инвестиции, там строится жилье и объекты социальной сферы. И правда, планы муниципалитета по возведению жилья не обошли стороной Цигламинский округ. Яркое тому подтверждение строительство нового микрорайона. В округе около 800 жилых домов признаны аварийными. Я считаю, что жителей поселка Циглами недавно пора переселить из деревянных домов, которые построены еще в начале прошлого века, в добротные, современные, уютные дома. Рада, что мэрия заботится о жителях нашего поселка и что началось строительство новых домов, которые наши жители переедут со временем. Строительство новых домов – острое требование времени. При их возведении в Циглами не применяются типовые проекты, которые ранее были использованы на улице Вычегодской и Высокогорке. Все это значительно сокращает сроки сдачи зданий. На первом этапе здесь построят 13 домов, которые в 2015 году примут новоселов. Затем до 2017 года построят еще столько же. Без внимания городских властей не остается сферы культуры и образования Цигламенского округа. Так, к 75-летнему юбилею культурного центра Цигламень была оборудована новая система вентиляции. В подвалах заменены трубы, а также обновлена система водоснабжения и канализации. Но все это скрыто от глаз гостей культурного центра. А вот видимый взор у фасад здания приводили в порядок в первую очередь. Если театр начинается с вешалки, культурный центр Цигламень со входа в него. По фасаду здания у нас были заменены витражные окна. Это вот пять вот такого очень большого формата окна, которые раньше были заложены кирпичной кладкой. И понятно, что создавали не совсем эстетический вид нашего учреждения. И внутри, и снаружи. Без преувеличения одним из важных строительных объектов Архангельска стала школа номер 69. При разработке ее проекта особое внимание было уделено созданию условий для занятия спортом. На улице оборудованы баскетбольные, футбольные площадки, беговые дорожки со специальным покрытием. Отдельно сделана детская игровая площадка, куда смогут приходить дети с родителями со всего округа. В новой школе номер 69 есть много специализированных кабинетов. Например, этот лингофонный для изучения иностранных языков. Таким может похвастать лишь Северный Арктический Федеральный Университет. Так что теперь сотни мальчишек и девчонок школы номер 69 смогут изучить иностранные языки не хуже, чем по вузовской программе. Совсем скоро в школе номер 69 появится еще один кабинет, но уже с экспозиции. Она будет посвящена ее выпускнику, губернатору Архангельской области Анатолию Ефремову. Вопрос создания в школе-музее, который увековечит память о прославленном главе области, вызывает живой интерес у цыгломенцев. Виктор Николаевич, как Вы относитесь к тому, если в ближайшее время в школе номер 69 откроется музей Анатолия Антоновича Ефремова? Итак, музей Ефремова открывается с Вашим участием, без... Я не только прекрасно отношусь, но я являюсь одним из организаторов этого музея. И сейчас разрабатываются макеты. Я думаю, что мы к пятой годовщине, к сожалению, кончина Анатолия Анатоновича, все-таки музей там откроем. Но если в двух словах говорить вообще о цыгломене, такой тоже непростой район, но вот с открытием нового завода, 25-го завода, конечно, появились рабочие места, и действительно динамику придало этому поселку. Строительство школы, отремонтировали мы культурный центр. Конечно, вот мы говорим о жилье, и такая проблема в городе Архангельске. Почему? Когда-то вот при строительстве лесозаводов деревянные домостроились, это там 70-е годы, как временное жилье, потом оно было передано где-то, подремонтировано, где, конечно, просто было, согласно закону, предприятия были приватизированы, частники забрали заводы, все дома, которые... Балласт. Весь балласт, так называемый, для них, и все культурные центры, все было передано муниципалитеты, и, конечно, потом еще некоторое время у муниципалитетов не было на это средств, и мы пожинаем то, что есть. Но я не жалуюсь, я просто констатирую факт тот, что есть. Ну, обстановка, она понятная, и понятно, как ее решать. Да, и строительство вот целого микрорайона, там часть жителей действительно переедет с циклами, часть будет распределена жителями центральных округов. Кстати, они тоже задают эти вопросы, почему мы переселяем с центра на окраины, ну, согласно генеральному плану города определены места для малоэтажек, а не для малоэтажного строительства. Они у нас там, Маймакси, на окраинах, ну, так генеральный план города Архангельска. Это уже задание. Поэтому мы в этом году уже разрабатываем участки, законно федеральный нам позволяет, так называемый, 6-7 микрорайон, это загалушено по Московскому проспекту, где мы приступим все-таки к строительству многоэтажек. А почему это так близко дорогое жилье? Я вот слышал, что оно соотносится по стоимости чуть ли не с питерским, его сравнивают. Ну, средняя цена коммерческого жилья, скажем-то, в так называемой 93-й серии, 55 тысяч квадратный метр под чистовую отделку. Проблема в чем? Самая главная проблема это высокая цена на техническое присоединение по теплу, по свету, по воде. Вот эти основные компоненты, которые, ну, до 30% наверное, в стоимости жилья есть. Вот снижение этих компонентов, я думаю, что в ближайшее время все равно мы так или иначе должны использовать пришедший газ. Вот, и газовики тут должны свое слово сказать. Это должно быть все-таки конкуренция на этом рынке, должна быть монополия тех или иных теплооснабжающих, электроснабжающих компаний, она вот дает такую цену. Ну, кстати, а при этом строительство социального жилья, которое мы строим по программам, оно 34,5 тысячи квадратный метр уже под ключ с плитами, электроплитами или газовыми плитами, то есть чувствуете разницу какая. Поэтому вот снижение вот этих составляющих будет снижать и цену квадратного метра, и, конечно, массовое строительство жилья тоже будет снижать цену квадратного метра, в частности, вот один из способов решения вопросов ветхоаваренного жилья, привлечения привлеченных средств, а не государственных, является так называемой застроенной территорией. Значит, работа в течение трех лет проведена колоссальная, сделан полный анализ, и там от трех до девяти деревянных домов они торгуются на конкурсе, заходят строители и расселяют людей с ветхоаваренного жилья за свой счет. Таких жильцов уже мы расселили семи более ста. И эту работу проложим. И тут же благоустройство этой территории происходит, и иные источники используются. В общем, работаем. Работаем, но... Чисто архангельский ноу-хау. Вы заговорили о программе развития застроенных территорий. Она была рассчитана на 2011-2013 годы. Сейчас продлена с 2014-2013 годы. Почему продлена? Забуксовала или, наоборот, слишком успешно? Что это такое? Особо, конечно, это не ноу-хау, но достаточно успешно и в других городах она развивается, но у нас она достаточно успешно пошла. На сегодняшний день вот таких участков подготовлено 58. Из них 12 проведены конкурсы, и уже строители заходят на эти участки. Потому что, от момента все-таки проведения конкурса до начала строительства может пройти два, то и три года. Ну, так по закону. Суть этой программы заключается в том, что за счет строителей происходит расселение этих ветхих аварийных домов, которые попали в пятно застройки. Продлена программа, потому что она показала свою перспективность, потому что у строителей появилось это желание, значит, они участвуют в конкурсе, сначала как-то так осторожно, но сейчас все больше и больше. Поэтому я считаю, что... То есть они строят дом и часть квартиры дают мэрии под передачу жителей деревянных домов. Да, если квартира муниципальная, то через мэрию и мэрия выделяет тем, кто проживал. Если квартира приватизирована, два способа. Или компенсация денежная, или предоставление квартиры напрямую по заключению договора в черте города, как договорятся жильцы, строители с жильцами. Поэтому вот такая схема, и она действует, и мы в ближайшее время, я думаю, что покажем, мы так, чтобы не спугнуть и наперед там не хвастаться. Ближайший дом на Романа Куликова, 10 семей из ближайших домов, они справят новоселье, я надеюсь, что все будет нормально. Да это Бог. Несмотря на то, что архангелогородцы нередко, так скажем, не жалуют власть, ругают, машин в городе прибавляется. То есть, вроде как, достаток помаленечку растет. А вот с парковками вопрос. Тоже, конечно, вопрос, набивший уже оскомину. Ну, слава Богу, что, с одной стороны, с каждым годом машин становится больше, и машины хорошие на самом деле, и джипы у нас, море, да. Вот, это говорит, что все-таки благостание людей достаточно высокое. Это радует, с одной стороны, да. Не у всех, конечно, но определенная часть населения это есть. И возникает вопрос парковок. Значит, город Архангельск, вот на сегодняшний день в городе более 100 тысяч машин. Более 100 тысяч. Город Архангельск рассчитан был к 2020 году на 39-40 тысяч машин. Вы представляете, какая разница? И, конечно, все дворы забиты. В этом плане мы предлагаем самый простой вариант для жителей это делать гостевые парковки, то есть вот вы их видите там, да. Но возникает вопрос, что гостевую парковку ты не имеешь права ни цепочкой, ни каким-то там шлагбаумом закрыть. А, это происходит очень часто. Вот, этого делать нельзя, таков закон. Куда обращаться? Но, но, но. Значит, есть возможность даже в старых кварталах домов там и вот на Тима, и на Дзержинского и так далее строить заглубленные или подземные паркинги. Но мы натолкнулись на проблему. Жители категорически не хотят этого делать. То есть вот поставить на детскую площадку, где твои дети гуляют, да, или на газон. Или на газон. Или на тротуар. Или на тротуар, да. Чтобы не проедет там ни спецтехника, не почистить невозможно, да. И твоя же там престаревшая мать не пройдет по этому тротуару. Вот это дело, а для того, чтобы построить этот паркинг, нет. И мы вот столкнулись с этим, с этой проблемой. Хотя есть и коммерческие организации, и есть проекты уже, пока я их приостановил, потому что, ну, просто митинги происходят, нет и все. Должно пройти какое-то время, наверное, нужно людей убедить в этом, значит, о том, что, значит, их надо строить все равно. Причем, мое требование, значит, одно. Вот огромнейшая там площадка существует, да. Конечно, не на детской площадке, но на тех местах, где хаотично стоят сегодня автомобили. Но в первую очередь строители должны привести в порядок детскую площадку, там, новыми элементами и так далее. Это условия для того, чтобы им дать разрешение на строительство. Сделали забор, и, пожалуйста, делайте заглубленный гараж. Причем, исходя из того, что плотность домов достаточно близко дома стоят, да, там, 15, да, 20 метров, конечно, не более 30-50, там, не огромнейшие парковки строят. То есть, двухъярусную, там, на 30-50 машин и ставьте туда машины. Нет, пока не находит спроса. Но, думаю, что эту проблему все равно сдвинем. Что касается новых микрорайонов и новых домов, то тоже можно по городу увидеть, даже в центре города, здесь, на Карла Липхента, есть многоуровневые парковки, есть 4-5 этажей, современные парковки такие есть. И мы сегодня проекты домов не разрешаем строительство, если нет подземного гаража, вот, и вы видите, даже в центре, прежде всего, в центре города, и парковочные места вокруг дома, они должны соответствовать нормативу. Поэтому, вот эту работу ведем, но не всегда находим отклик у горожан, поэтому, даже пользуясь вот этой передачей, я хотел бы обратиться к горожанам. Прежде всего, конечно, они должны продвинуть инициативу, мы поможем в оформлении документов без вопросов, потому что тема очень серьезная. Конечно, есть и другая тема, я тоже предлагал, но вот люди же хотят прямо в подъезд заехать в свой дом, к сожалению, или там в подъезд магазина, или прямо к магазину, или прямо к магазину, вы посмотрите, в городах, мы же все время стремимся к Европе, в той же Германии, они лучше велосипедом или пешком дойдут, потому что километров за пять, за три точно к центру города не подъедешь. У нас скорее в магазин едут сам наблюдая регулярно. Поэтому, вот тут должен быть процесс обоюдный, власть, ну, никак не мешает, или у меня как мэра или у власти нет какого-то желания занять эти территории. Нет, это территории горожан, и они должны рационально ими распорядиться. В продолжении нашего разговора я предлагаю посмотреть еще один сюжет из Ломоносовского округа и узнать, что там интересует горожан. В Ломоносовском округе городские власти занимаются самыми масштабными и стратегически важными для города объектами. Взять хотя бы дорожную стройку десятилетия. Улица Баучейского по кратчайшему пути связала морской и железнодорожный вокзалы. Километр 600 метров современной четырехполосной магистрали с разделительной полосой, широкими тротуарами и качественным освещением. Очень хорошую сделали дорогу. Получается, с рынка можно выехать сразу на привокзальный. Особое внимание безопасности дорожного движения. Так бордюрный камень, отделяющий проезжую часть от тротуаров, непривычно высокий. Улица Баучейского стала, пожалуй, самой современной трассой поморской столицы. Она связала площадь дружбы с площадью устроящегося Михаила Архангельского кафедрального собора. В народе улицу Баучейского уже давно называют «дорога к храму». И правда, с появлением трассы собор словно бы стал ближе. А собор уже давно вышагал из земли. Сегодня на нем уже установлены купола, на четырех его колокольнях размещены 16 колоколов, а стены храма наконец начали облицовывать белым камнем. Мы не строим планы, а я всегда все предоставляю Господу и говорю «Господи, Ты все видишь. Если есть Твоя воля, чтобы он был, к примеру, на следующий год, через два года, через три года, помоги. Если нет, значит, позже, может быть, позже. Вот все должно созреть». Этим летом в Архангельске завершилась очень важная образовательная стройка «Интеллектуальный центр научной библиотеки САФО». Оснащенная по последним технологиям и мировым стандартам, библиотека будущего станет важным информационным, научным и досуговым центром в инфраструктуре поморской столицы. Когда читатель прошел в открытый фонд, нашел на полке нужную ему книгу, он может провести процедуру самостоятельной выдачи этой книги себе, запись ее на себя. Общая площадь семиэтажного гиганта, включая подземный этаж книгохранилища, составляет более 15 тысяч квадратных метров. Здесь будет храниться до 2,5 миллионов изданий. Центр смогут посещать одновременно тысячи читателей. На книжных полках новой библиотеки наверняка есть место и для сказок. Сказка, но уже Архангелогородская распахнула свои двери для горожан этим летом на проспекте Чумбарова-Лучинского. Дом традиционной русской культуры Архангелогородская сказка имеет все шансы стать новой визитной карточкой Поморской столицы. Этот дом он будет прежде всего развернут на семью Архангелогородцев, на то, чтобы могла здесь семья проводить свое свободное время в выходные дни. Посетителей Архангелогородская сказка встречает несколькими экспозициями. Выставкой работ, посвященной новоземельскому архипелагу, а также героям сказок Писахова. А в интерактивной комнате сказания о граде Архангельском можно узнать о славных страницах истории Поморской столицы. Одним из символов дома стала Поморская семья, крепкая и мастеровитая. Раз есть семья, значит есть и дети. А потому мэрия Архангельска продолжает ремонтировать и строить новые детские сады. Открывает муниципалитет и дополнительные группы в уже существующих. Так 1 сентября в детском саду Сосенко открылась новая группа для двух дюжин мальчишек и девчонок. Внутреннее пространство садика удачно оптимизировали. Здесь же был раньше уже пункт. Вот была спальня от той группы. Мы там сейчас тоже это очень важно, что мы не в ущерб. Мы не в ущерб. Мы не в ущерб. Мы открыли на первом этаже. У нас сделано отдельное помещение, согласованное с Пошным взором. Работу по сокращению очереди в дошкольные учреждения, возвращению помещений детсадов и их ремонту мэрия Архангельска ведет уже шестой год. За это время дополнительно открыто более трех тысяч мест в садиках. В 2014-м открыты восемь таких групп на 170 малышей. А теперь перенесемся на улицу Шабылина. Здесь этим летом прошел большой дорожный ремонт от Воскресенской до улицы Розы-Люксембург, включая кольцевую развязку на пересечении с улицы 23-й гвардейской дивизии. На работу город направил 4 миллиона рублей. Больших хороших инициатив. Делайте чаще дороги. Новый асфальт уже появился на части площади профсоюзов. Аккурат после прокладки всех коммуникаций к строящемуся Михаил Архангельскому кафедральному собору. Сейчас здесь еще работает дорожная строительная техника. Совсем скоро площадь предстанет в своем обновленном виде. А вот что касается этой части набережной. Она на этом участке скоро будет полностью реконструирована. Здесь началось строительство жилого комплекса. Прогуливающихся под сенью тополей горожан интересует, а что же вырастет за строительным забором? Виктор Николаевич, слышал, что здесь на набережной будут строить жилые дома. Что будет с набережной? И сможем ли мы здесь гулять? И главный вопрос, как она будет выглядеть? Итак, как будет выглядеть набережная? Ну и в этом же вопросе попрошу ответить, когда будет достроен Михаил Архангельский собор и какова судьба МРВ? Сразу много серьезных вопросов по набережной. Как и во всем городе, все строительство идет согласно генеральному плану, который разрабатывался научно, разрабатывался проектными институтами по конкурсу, поэтому он утвержден несколько лет назад и в том числе перспективы развития набережной. В данном случае показали дома, которые находятся в районе улицы Поморской здесь согласно генерального плана будет построено несколько высотных жилых домов и здесь же несколько административных зданий. Согласно закона и требованию нашему за счет застройщиков по закону положено 16 метров от реки будет полностью обустроена набережная. Поэтому горожане пусть не беспокоятся. Они наверное помнят что там было неприглядная ситуация. это не является какой-то исторической частью города. Поэтому будут современные красивые дома по проекту ленинградских архитекторов. Поэтому тут были различные споры. Я не специалист в этом деле. Моя задача чтобы соблюдалось законодательство прежде всего. Поэтому здесь спор между архитекторами был. Вплоть до судебных каких-то решений. все состоялось в нашу пользу. Поэтому дома будут строиться. Красивая набережная будет от нашей базы катеров пограничных примерно. Хотя мы просили и обращались с пограничником и к руководству Минобороны о том, чтобы сделать здесь тоже набережную красивую. Тогда было бы логично. От строящегося храма и до Дома пионеров полностью была бы проходная красивая набережная. К сожалению пограничники не пошли навстречу. Хотя мы им предоставляли место в Маймаксе в экономии значительно большей площадью. Они останутся здесь. И здесь тоже идет реконструкция. Приводится в порядок непосредственно база пограничников. Дальше будет строительство гражданское. Поэтому в ближайшее время это будет красивый современный супер современный район с красивой набережной. И вообще что касается набережной у нас есть проекты серьезные. Мы сейчас будем участвовать в конкурсе на этот проект. От железнодорожного моста до храма с этой стороны тоже есть определенные проекты. Мы ждем в ближайшее время правительство области должно завершить реконструкцию Красной пристани Роза Люксембург дальше к памятнику Петру Первому и к Воскресенской. То есть эти планы есть. Так что будет красивая набережная. Там же останется и пригородная так называемая. Это отправление наших речных трамвайчиков оттуда современная тоже построена. Тоже кстати за счет застройщиков. Что касается храма. Этот вопрос наверное владыки надо задать. Мы всяческими способами помогаем. Предприниматели города помогают. Перечисляем на расчетный счет храма и конечно помогаем строительству. Очень помогает в крупной организации я знаю там. Поэтому храм с Божьей помощью строится. И что касается морвокзала. Ну к большому сожалению и мои попытки губернаторов вернуть все-таки морской речной хозяев прежних вернуть морской речной вокзал для того чтобы это был не торговый центр. Он выведен из состава как морской речной вокзал. И к сожалению нам приходится разрабатывать не просто какое-то желание наше личное строить транспортный терминал. Вопросов тоже было масса. Зачем мы строим? Даже прокуратура занималась. у всех кому не лень что называется но он просто там необходим. Еще раз говорю мы со строительством этого терминала обеспечим ремонт всей площади за счет строителей во вторых все это киоски уберутся и будет цивилизованная торговля внутри предлагают застройщики и самое главное будет четкая электронная диспетчерская для контроля за автобусами которые ходят по городу Архангельскую это является одной из основных перевалочных так сказать бас и сосредоточения народа то есть речь идет о том чтобы комфортно было все-таки пассажирам и никакой там коммерческой составляющей не идет вынуждены пришлось этим заниматься потому что это вынуждена мера в связи с тем что не могли вернуть морской речной вокзал ну никуда видимо вам не уйти от вопросов о строительстве я предлагаю сейчас посмотреть сюжеты Соломболы очередные вопросы на ремонт дома номер 30 по улице Мещерского муниципалитет выделил средства на замену кровли а также свайного основания всего в этом году на выполнение неотложных работ по капремонту мэрия Архангельска предусмотрела в городском бюджете более 100 миллионов рублей на ежедневном контроле городской власти и обеспечение транспортной доступности островных территорий среди прочих переправа на остров Хабарка где проживают почти полторы тысячи человек вот уже три года как на набережной имени Седова стоит новый причал по инициативе мэра Виктора Павленко в городском бюджете на его сооружение было предусмотрено 17 миллионов рублей причал двухуровневый рассчитан как на швартовку теплоходов так и буксиров когда был старый причал причал был очень опасный для жизни и мы боялись за детей а теперь мы будем очень часто ездить в город сейчас островные объекты социальной и коммунальной сферы готовятся к зиме например в этом году Виктор Павленко выделил местной 48 школе более 4 миллионов рублей на оборудование нового пищеблока теперь закупать и перевозить готовые обеды на остров не придется в столовой есть все от новой вентиляции до современнейшего кухонного оборудования и что самое важное дети будут получать полноценное горячее питание благодаря вот такой установке перебоев с горячей водой в столовой не будет что для островной школы особенно актуально все оборудование учреждение получило по городской программе модернизации школьного питания с питанием дошкольным на Хабарке также проблем нет островной садик на 90 ребятишек входит в состав 98 школы там работает ясельная группа места предоставляют детям с полутора лет к началу нового учебного года был выполнен необходимый косметический ремонт подготовлена и сдана энергетикам система отопления обновленным юных саламбальцев встречает и детский сад номер 68 что в поселке 14 лесозавода там в этом году при поддержке мэра Виктора Павленко появилось сразу три новых группы это две раннего возраста дети с полутора до трех и одна группа у нас с трех лет общей численностью 60 человек всего на данный момент 130 воспитанников ну соответственно уже с учетом там сентябрьский планируем 170 кстати посещать детский сад будут не только малыши 14 лесозавода но и всего округа где в скором времени на одно дошкольное учреждение должно стать больше у саламбальцев эта тема вызывает живой интерес Виктор Николаевич действительно ли на территории 62 школы будут строить новый детский сад ну и такие вопросы радуют есть спрос да вы знаете не на территории конечно школы потому что по всем санпинам у школы должна быть определенная своя территория где дети прогуливаются спортивные площадки и так далее вот рядом 62 школе есть место такой пустырь небольшой да где мы будем строить детский сад сейчас мы оформляем все необходимые документы значит договора на техническое присоединение и вот по программе как раз дорожной карты федеральной программы думаю что в ближайшее время начнем строительство детского сада и он так компактно будет рядышком со школой поэтому пусть родители не беспокоятся права школьников не будут ущемлены рядышком будет построен детский сад ох ленинградский проспект 21 хаживал я там зимой очень тяжело ситуация переменится и вот горожане спрашивают особенно на левом берегу цитирую сплошные горы мусора даже в лихие 90-е такого не было кто контролирует уборку во дворах как навести порядок я бы конечно начал этот ответ что друзья давайте будем поменьше мусорить но все-таки хотя бы снег что с ним то делать ну давайте со снега значит мы ну я так вот период своей работы это 6 лет поэтому я уж извиняюсь что киваю все времена это но я отвечаю за за то что отвечаю как говорится за время своей работы вот буквально еще 6 лет назад центр города Троицкий снег не вывозился справа и слева вот на площади Ленина на площади профсоюза были страшные горы снега мы уже 6 или там 7 зиму этот снег вывозим это первое ну вы скажете вот нашел достижение но вы знаете это тоже какое-то достижение в этом плане сейчас мы уже там такую установку приобрели где подрядчик ставя ее там на площади профсоюзов перетапливает снег и мы плавильная плавильная машина плавильная что касается придомовых территорий здесь разная форма ответственности общие территории конечно убираем мы и я не скажу что идеально но мы достаточно в хорошем состоянии их содержим там где чистим до асфальта не чистится чистится в накат проблему составляем конечно совсем придомовой территории то есть по закону 15 метров от стены это территория управляющей компании поэтому еще раз я обращаюсь к нашим жителям быть неравнодушными если управляющая компания она берет за это деньги и деньги серьезные жильцов не справляется с этой задачей не заказывает там способы уборки могут быть разные механические или там дворники значит недостаточно количество дворников поэтому эту работу нам навести совместно и нам соответственно штрафовать управляющую компанию что мы честно говоря и делаем что касается мусора ну мусорить надо не надо вообще да и мусор надо складывать в соответствующие места хотя у нас зачастую там и контейнер пустой и вокруг завал обращаю на это внимание это является ежедневным в ежедневном контроле но тем не менее такие проблемы есть они тоже связаны с чем жильцам нельзя быть равнодушным на очереди майская горка смотрим сюжет оттуда узнаем какие там вопросы проблемы самый молодой округ Архангельска майская горка этот статус лихвой оправдывает его демографические показатели в последние годы неуклонно идут вверх а посему возникает необходимость открывать дополнительные места в детских садах и в первую очередь возводить новые за эту дорогостоящую задачу и взялась мэрия Архангельска когда в 2010 году мэр Виктор Павленко решил возобновить строительство сада Семицветик прежние власти приступали к нему еще в 1991 году да так и не довели дело до конца спустя 10 лет на завершение долгостроя и закупу необходимого оборудования из городского бюджета было выделено 129 миллионов рублей изначально садик был рассчитан на 220 детей но открытие дополнительных групп мэрии и города позволило увеличить список воспитанников Семицветика до 275 малышей в декабре 2012 года все они открыли двери в сказку иначе современный чудо-сад с бассейном и прекрасными игровыми комнатами не назовешь мне нравится играть в игрушки и плавать в районе мэрия города Архангельска оказывает нам неоценимую поддержку большой вклад в наше учреждение сделан и благодаря этому финансированию мы имеем вот эту богатую развивающую среду материально-техническая база учреждения в самом современном уровне открытие Семицветика позволило значительно решить проблему очереди в детские сады в округе Майская горка дальше больше в 2013 году мэрия Архангельска приступила к реконструкции здания детского сада Наполина Осипенко 7 корпус 2 от первоначального проекта остались только стены но и они преобразились масштабный ремонт стоимостью более 60 миллионов рублей при софинансировании городского, областного и федерального бюджетов проводится в соответствии с новыми стандартами выполняются работы по устройству кровли утепление чердаков устройство фасадов детский сад Северка Наполина Осипенко станет уже восьмым дошкольным образовательным утверждением которое муниципалитет откроет за последние несколько лет место под солнцем для веселого времяпрепровождения детвора находят не только благодаря мэрии но и стараниями инициативных жителей Майской горки члены организованного в округа территориального общественного самоуправления ТОС-1 своими силами оборудовали детскую площадку в поселке третьего лесозавода сегодня при поддержке мэрии Архангельска решают прогулочный вопрос в этом году выделено 500 тысяч рублей из бюджета мэрии города Архангельска на благоустройство парка в районе третьего лесозавода производятся работы по ремонту пешеходного тротуара тоже силами общественной организации ТОС схожие дорожки выложены несколько лет назад и в парке на Ленинградском проспекте излюбленное место жителей Майской горки мэрия города и администрация округа стараются поддерживать в порядке и чистоте парк, конечно, для нас для Майской горки это замечательное место где можно прийти отдохнуть подышать свежим воздухом парки оборудованы скамеечки освещение хорошее и плитка хорошее постоянно народ здесь постоянно и утром, обед и вечером дорожки парка ведут в сторону масштабной стройки на 6,5 гектарах земли вдоль Ленинградского проспекта крупная компания с головным офисом в Вологде возводит торгово-развлекательный комплекс свои двери горожанам он должен распахнуть к концу 2015 года причем мэрия Архангельска согласовала проект только при условии выполнения застройщикам благоустройства прилегающей территории в рамках проекта будет расширен Ленинградский проспект в районе торгово-развлекательного центра создана самая большая в городе открытая парковка на 1200 машиномест благоустроена прилегающая парковая зона и набережная для комфортного отдыха Архангела Городцев в результате реализации данного проекта будет создано более полутора тысяч рабочих мест поддержка мэрии Архангельска направлена на ускорение административных процедур получение исходно-разрешительной документации и решение имущественных вопросов отнесенных к их компетенции благодаря этому реализация инвестиционного проекта идет в намеченные сроки на начальной стадии строительства обывателю трудно оценить и масштабы проекта и его значения застройщик же определенную оценку перспектив несомненно провел компания с проектом такого крупного торгово-развлекательного комплекса не зашла бы на территорию предварительно не изучив спрос а он здесь судя по всему действительно большой во многом потому что в майской горке в последние годы ведется активное жилищное строительство при этом мэрия Архангельска не просто выделяет землю и дает разрешение на строительство но и договариваются с застройщиками о том что те берут на себя некоторые социальные обязательства и речь не только о доле квартир которые застройщики передают муниципалитету в том числе для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья но и о благоустройстве территории в том числе возведении вот таких детских площадок стремительно развивающаяся инфраструктура новые рабочие места культурно-досуговая жизнь округа обилие ребятни во дворах все это говорит о том что майская горка действительно подходящее место для жизни и строительство там крепкой ячейки общества семьи живем в 6 микрорайоне вот как бы все хорошо все замечательно площадочки футбольные есть поля да все хорошо вот меня друзья интересуются слышали такой глуш ну слух что как бы дальше производится застройка вот хотелось бы уточнить у мэра Виктора Павленко о перспективе застройки 6 микрорайона каковы перспективы ну я отвечаю на вопрос уже частично коснулся 6-7 микрорайонов там большая территория о которой мы несколько лет уже говорим но теперь уже практически приступили к и приступим к ее освоению значит там порядка 27 гектар земли которые на котором можно построить порядка наверное 240 тысяч квадратных метров жилья как коммерческого так и прежде всего конечно социального поэтому мы уже в этом году и сейчас оформляем эти участки вопрос конечно будет стоять и мы с губернатором обсуждали вопрос это все-таки вопросы технического присоединения по теплу и по свету поэтому решаем этот вопрос что касается там торгового центра то действительно такой крупный торговый центр но с ублюдением тоже всех санитарных норм иногда там люди говорят я не говорю что жалуются что у нас появилось сразу несколько торговых центров вот открылся недавно в центре города тут ну вы знаете востребованность колоссальная я посмотрел какая очередь стоит чтобы зайти в торговый центр ну во-первых это совершенно новая культура обслуживания населения одно дело там в какой-то киоск в амбразуру подать деньги и получить какой-то неизвестный товар или не чека получит когда такая культура обслуживания это с другой стороны это безопасность это комфорт это все поэтому это не сама цель безусловно это признак я так считаю один из признаков все-таки развивающейся столицы нашего города потребность населения и я думаю вот у людей которые побывали раз-два все у них вопросы отпадают а зачем нужен этот торговый центр но на месте строительства торгового центра там ДСК развалены и так далее фирма ближайшие за несколько буквально месяцев все убрала и еще раз говорю значит по благоустройству рядом парка который запущен находится по набережной той же которая задает вопросы все будет благоустроено и парковочные места благоустроены за счет строителей поэтому это тоже очень важно вот вы видите сколько в 6 микрорайоне да и по городу Архангельску в 7 микрорайоне строится жилье вот я не сказал ежегодно коммерческое жилье так называемое в городе мы сдаем коммерческое жилье порядка 90 тысяч квадратных метров и востребованность у горожан при таком даже квадратных метров она на расхват сегодня сложно найти конечно свободное жилье купить жилье там потому думаю общими усилиями но снижая конечно квадратные метры мы будем двигаться и строить город наш я предлагаю перейти к следующему округу на этот раз к северному посмотреть сюжеты северного округа в северном округе муниципалитет последние годы реализовывают крупные проекты строятся и ремонтируются жилые дома и детсады один из знаковых адресов улица 40 лет великой победы где введены два корпуса многоэтажного жилого дома дома построены в рамках реализации комплексной программы переселения горожан из ветхого и аварийного жилья 252 квартиры приняли новоселов самое что больше я верила это вторичное жилье а то что вы дали в новом доме это просто вот сказка очень нравится я не думала что и ламинат постелят и обои хорошие замечательные обои я просто счастлива это не то слово эстафету строительства социального жилья приняла улица Конзихинская в прошлом году здесь уже было построено 3 12 квартирных дома в которые переехали жители 6 аварийных деревяшек сейчас муниципалитет возводит еще 3 дома уже завершена сборка панелей заводского изготовления улица Конзихинская в скором времени превратится в большой микрорайон третью очередь домов муниципалитет планирует построить здесь уже в 2015 году возможно кто-то из ее юных жителей будет посещать детский сад на улице Добролюбова это также особый для округа и города объект он рассчитан на ежедневное пребывание 120 детей для них светлые просторные игровые комнаты уютные спальни а во всех помещениях первого этажа полы с подогревом мы конечно очень долго ждали открытия нашего детского сада наконец-то дождались и мы очень рады и очень довольны здесь светло просторно чисто красиво детский сад на улице Добролюбова успешно реализованный пример муниципально-частного партнерства благодаря частному инвестору удалось не только быстро и качественно построить современное здание детсада но и положить начало новому вектору в решении проблемы с местами в детских садах здесь же мэрия занимается большим проектом реконструкции стадиона площадкой грандиозной реконструкции стал стадион Дю США номер 6 который также находится в северном округе здесь в скором времени появится современное футбольное поле с искусственным покрытием к его монтажу уже все готово а асфальтирование территории полностью завершено в том числе и на беговых дорожках скоро на них нанесут резиновое покрытие само поле прибудет в Архангельск в начале сентября кстати осень северный округ встретил с обновленными дорогами этим летом был проведен ремонт автополотна на улицах Кировская и Мостовая последний раз они обновлялись в 2006 году по городской программе ремонта дорог всего будет приведено в порядок более 5000 квадратных метров дорожного полотна жители района интересуются когда? Уважаемый Виктор Николаевич у меня к вам такой вопрос будет ли продолжен ремонт улицы Кировская в северном округе? Если коротко будет в ближайшее время часть самых плохих участков мы сделали и в ближайшее время продолжим работу по ремонту этой улицы ну должен сказать к сожалению во первых это одна из первых улиц которую мы сделали в 2006 году и уже это время пришло капитального ремонта ее ну за зиму конечно КАМАЗы которые шли с бревнами с лесным порт экономии они просто ее уничтожили но экономика тоже должна быть тоже должна работать поэтому приведем порядок в ближайшее время Есть надежда что городу удастся отказаться от дорожного ремонта вот ямочного карточного перейти к полноценному Ну у нас есть и то и другое значит мы стараемся конечно и такая технология позволяет снятие асфальта и все-таки делать такими Вот в этом году Шубина повезло Гагарина Да ну повезло 40 улиц мы в этом году сделали и доделываем вот сейчас по программе дорожного фонда у нас было 79 миллионов рублей и своих средств более 30 миллионов рублей поэтому работы еще ведутся мы их заканчиваем достаточно качества ведутся конечно хотелось бы чтобы перекрытие дорог было полностью соблюдением всех технологий соблюдением прокладкой там ее где нет дренажной канализации вот ну вот еще раз говорю приходится что-то выбирать делать в первую очередь конечно городу уже мы в 2008 году конечно нам удалось и своих средств подкопить почти миллиард рублей и в администрации области выделать где-то порядка 500 и вот полтора миллиарда рублей мы тогда сделаем 50 километров дорог в городе Архангельске но вот улицу Войчейского которую тоже показывали здесь по телевидению сделали это действительно улица современная вот и соединяющий самый короткий путь соединяющий морской речной вокзал железнодорожный вокзал автовокзал но вот автовладельцы говорят что дорога уже там разбита вы знаете есть гарантированные обязательства вот и ферма которая строила она достаточно ферма профессиональная поэтому если есть такие моменты проверим то конечно они устранят хотя конечно соблюдением технологии есть гарантийное обязательство на 7 лет поэтому я думаю что ферма если есть такие моменты сейчас мы проверим я не слышал об этом значит устраним я предлагаю перейти еще к одному сюжету это сюжет о культуре из Исокогорского округа в последние годы по программе строительства социального жилья в Архангельске возведено в строй несколько зданий значительно изменился и этот уголок затона на улице Штурманской 36 семей стали новоселами в трех домах современной корпусной застройки 119 социальных квартир получил город и в поселке Зеленый Бор одну из них по программе переселения из ветхого жилья предоставили Ларисе Чащиной она работает в фельдшерской выездной бригаде скорой помощи Важное место в деятельности муниципалитета занимает обеспечение объектов социальной сферы необходимыми коммуникациями В высокогорском округе особые проблемы были связаны с передачей горячего водоснабжения Все дело в том что старая котельная на улице Пограничной практически выработала свой ресурс и пришла им в негодность Усилиями мэрии Архангельска в 2013 году была успешно запущена новая котельная Она обошлась городскому бюджету в 30 миллионов рублей 6 июня она запущена в пробный запуск осуществлен и вот по настоящее время пока работает в режиме пробного запуска осуществляет подачу ПВС на поселок Сейчас новая котельная дает тепло 21 жилому дому и социальным объектам среди которых школа номер 82 Исакогорский дюц и Центр охраны прав детства Кстати именно он в 2013 году распахнул свои двери 64 юным воспитанникам а до этого располагался по адресу Полина Осипенко 7 корпус 1 Усилиями городской власти здесь был проведен капитальный ремонт на который было выделено 15 миллионов рублей и созданы все условия чтобы детям было комфортно Вообще в Центр рассчитано 64 ребенка 32 ребенка дошкольного возраста от 3 до 7 лет которые будут проживать и проживают в третьем корпусе здания и первый и второй корпус занимают дети от 7 до 18 лет то есть это школьники то есть всего в центре проживает 64 ребенка В эти дни большая стройка идет на территории Сакогорского детско-юношеского центра буквально за 4 последних года и спорт сооружения окружного масштаба идет превратился в главную городскую базу для подготовки архангельских спортсменов Тренажерный зал лучше в регионе Футбольное поле с естественным газоном единственное в столице Поморья А на открытую хоккейную коробку с удовольствием приезжают играть команды со всей области В скором времени этот список пополнит новый лыжный стадион Сейчас заканчивается строительство игровой площадки для баскетбола и мини-футбола Осталось только постелить искусственное покрытие То есть что нам удалось сделать за летние месяцы установить ограждение вместе с монтажом электрооборудованием Как вы увидите здесь установлено освещение и забетонировать площадку размером из 42,5 на 20 установить трибуны А хоккейная коробка уже сертифицирована Здесь есть даже отапливаемые раздевалки Предметом гордости всего спорткомплекса должен стать ТИР в подвале центра для подготовки биатлонистов К концу следующего года он должен вступить в строй Перемены к лучшему коснулись и сферы искусства В культурном центре Бакарица полным ходом идет подготовка к новому сезону Основной объем работ запланирован здесь в зрительном зале где помимо ремонта будут установлены новые кресла В культурном центре Бакарица уже полностью завершен косметический ремонт второго этажа здания А также произведена замена труб системы холодного водоснабжения А в этом помещении по вечерам уже вовсю проводятся мастер-классы для детей и их родителей Культурная жизнь Левобережья не стоит на месте постоянно развивается Но жителям Исокогорки интересно а как обстоят дела в других округах Виктор Николаевич такой вопрос что делается для культуры в ее год К году культуры мы тоже стали готовиться не в сам канун года культуры а у нас была разработана несколько лет назад такая программа по приведению в порядок всех культурных центров у нас их 12 в каждом округе они тоже в разном состоянии в основном достались нам тоже от предприятий лесопромышленного комплекса далеко не в идеальном состоянии поэтому главная задача была все-таки их прежде всего привести в порядок чтобы тут это был действительно культурный центр и нам многое честно говоря достаточно удалось но из наиболее таких масштабных проектов это конечно Архангельский культурный центр который здесь находится в Октябрьском округе это основная такая площадка она наверное после драм-театра мы колоссальные сделали там ремонт начиная от крыши и зал и новые сидения и так далее здесь библиотечная система у нас серьезная это тоже относится к сфере культуры у нас библиотечная система там 16 библиотек и мы считаем все-таки некоторым своим достижением в Маймаксанском округе мы сделали современную библиотеку потом работаем вот в городе Архангельске мы говорим о историческом облике города Архангельска и он есть на самом деле гостиные дворы Соловецкое подворье ряд других таких серьезных памятников есть памятник конечно и такое деревянного зодчества и мы несколько лет скрупулезно отремонтировали деревянный памятник который находится на Чумбару Лучинского 15 это деревянный дом больше 100 лет этому дому был в безобразном состоянии кого там только не было такой вот мы это купца Ананьева в котором сейчас находится тоже передан культуре и находится центр традиционной поморской культуры сегодня есть проектно-смертная документация на ряд других домов там которые находятся дом купца Калинина значит купца Овчинникова и так далее и так далее которые мы в ближайшее время приступим к их ремонту и вот эти действительно шедевры и памятники нужно сохранять ну Витя Петер Николаевич говоря о сохранении памятника культуры не могу не спросить о городских кладбищах кто ответственен за порядок там будут ли они приводиться в порядок значит городские кладбища они находятся в казне и для благоустройства и для этого выделяются деньги они в округах то есть каждый округ отвечает там за свои кладбища конечно состояние особенно кладбищ таких исторических и старых как Вологодска и Линского кладбища требует больших усилий по наведению порядка мы этой работой занимаемся занимаемся не так давно потому что что называется проблем хватает других но этим заниматься тоже надо конечно особую озабоченность вызывает о всех беспокоиться надо и на кладбище должен действительно быть порядок определенный но это знаменитые люди вот мы и по просьбе родственников благоустроили могилу бывшему градоначальнику Дяку Ивановичу Лейцингеру и это вызвало действительно отклик такой по всему городу памятник открыт новый благоустройство могилы похоронен рядышком с женой естественно мы памятники жене установили поэтому эта работа продолжится и еще раз говорю не только но и в первую очередь конечно людям знаменитым мы установили памятник погибших в 44 году летчикам и много таких есть памятники и мемориалы и мы за ними ухаживаем и ремонтируем погибшим в годы Великой Отечественной войны какие-то памятные места поэтому эту работу вести надо вот заботиться говорят что человек умирает дважды когда умер и когда о нем перестали заботиться да помните поэтому надо помнить о людях о выдающихся людях и приводить порядок к кладбищу этой работой будем заниматься ну она требует огромных капиталовложений наши ассистенты подготовили вам вопросы которые пришли сейчас в нашу аппаратную наш колл-центр по телефону поэтому вас ожидает такой непростой блиц блиц опрос татьяна соловьева я заранее прошу прощения у наших телезрителей если я где-то что-то прочитаю неправильно имя или фамилию прошу прощения почему мэр Павленко против введения сети менеджера первый же вопрос неужели он не считает что городом должны управлять профессионалы насколько я понимаю я так понял что меня профессионалом эта женщина не считает вот ну это ее мнение я не против я не против сети менеджера я за то чтобы принимающие этот закон губернатор Архангельской области который внес этот закон с чего я начинал наше сегодняшнее интервью депутаты областного собрания которые являются выразителями интересов народа учли мнение вот я за это и поэтому привел даже в содержание этого закона может быть внесена поправка о том чтобы и такой вариант был решение вопроса и такой пусть решают это люди я не против вопрос от Светланы Соколовой об оборудовании остановок будет ли продолжен этот процесс особенно на вес и в первую очередь около магазинов и институтов ну значит мы такую работу ведем и вы видите идет снос старых представляющих опасность вот этих павильонов появляются такие красивые стеклянные павильоны вот другие конструкции эта работа ведется в городе она зачастую тормозится чем прежний владелец вот не хочет что называется добровольно сносить мы предлагаем прежде всего пожалуйста остановки да ну это в основном идет речь об остановках остановочных комплексов которые чаще всего остановочные комплексы плюс какой-то киоск совмещены ну поэтому мы предлагаем все-таки хозяев киоска вот какие-то варианты не навязывая но по размерам того и участка сделать новый поставить что есть по Ломоносову там много таких поставлен и по советских космонавтов поэтому эта работа ведется но иногда значит владельцы судятся с нами это тяжба продолжается какое-то время как заканчивается судебная тяжба значит мы объявляем конкурс на строительство вот поэтому работа эта ведется но к сожалению не такая быстрая как хотелось бы мы живем в рамках закона поэтому никуда не денешься а закон он всегда в сторону гражданина и всегда виноваты власти при этом Александр Мельников Цыгломин улица Мира дом 8 корпус 2 дом сходит со свай почти проваливается говорят дом не подлежит ремонту будет ли расселение вот я по памяти конечно адреса не все помню то есть у нас сегодня ведется строительство трех домов на улице Конзихинской как было сегодня уже сказано и туда будут переселены граждане с определенных домов проверю если оставят телефон значит мы передадим все записки все вопросы точно скажу вошел он в программу переселения светково-аварийного жилья или он по-любому войдет потому что программа рассчитана до 17 года но вот в каком этапе программа это будет в этом ли году мы сдаем эти три дома главное чтобы люди без жилья не остались это главная наша задача но настолько сложная людей требуют расселения светково-аварийного жилья примерно 18 тысяч жителей нашего города и для этого требуется примерно 15-17 миллиардов рублей но работу мы это введем и будем вести и наращивать в любом темпе это одна из главных задач которая стоит перед нами прерываю блицопрос предлагаю сейчас посмотреть очередь очередь дошла до Октябрьского округа предлагаю сюжет посмотреть оттуда все начинается с вокзала для тех кто прибывает в наш город на поезде они покидают перрон выходит на железнодорожную площадь и видят золото куполов нового храма поморской столицы церкви в честь новомучеников и исповедников российских маковки были освещены в марте прошлого года так центральный округ города Октябрьский встречает и провожает всех кто собирается в дальний путь этим летом мэрия особое внимание уделила дорогам связывающим центр с окраинами таковым является например отрезок улицы Гагарина от проспекта Ломоносова до обводного канала его обновили в этом августе это единственная дорога на соломболу и на сульфат но как видите стараемся делаем выравниваем последний раз дорожный ремонт улицы Гагарина делали в 2009 году за это время движение большегрузного транспорта и растущее с каждым годом число машин износили верхний слой покрытия этим летом предстояло привести в порядок участок протяженностью 2,5 километра по сравнению с предыдущими годами конечно стало лучше состояние дорог с улицы космонавта Гагарина переносимся на магистраль скульптора Шубина здесь рабочие тоже творили новую асфальтовую одежду трассы от Троицкого проспекта до обводного канала рабочим предприятием Аксум было над чем поработать дорожное полотно на этом отрезке последний раз ремонтировали 5 лет назад кстати всего на ремонт дорог в этом году муниципалитет выделил около 90 миллионов рублей и будет выделять дальше это крайне важный фронт работ для города в котором протяженность автодорог составляет 540 километров необходимо продолжение их строительства и ремонта не меньше внимания и дворам например в прошлом году мэри Архангельска нашла средства на их ремонт 75 миллионов рублей было приведено в порядок 120 проездов по 47 адресам от дорожных забот к ничуть не менее масштабным ремонтным хлопотам в год культуры масштабная реконструкция и даже больше ремонтная революция прошла на главной творческой площадке Архангельска АГКЦ свой 40-й творческий сезон городской культурный центр встретил на новой сцене реконструкция шла три года и вот на выделенный городом 10 миллионов рублей отремонтирован малый зрительный зал заменены кресла приобретено новое звуковое и световое оборудование устроены новые полы покрашены оклеены стены на третьем этаже построен гардероб завершена установка автоматического теплового пункта и узла учета тепловой энергии кроме того по распоряжению Виктора Павренко из городского бюджета были выделены средства на обновление большого зала теперь здесь новые кресла новый театральный занавес новая сцена и новое звуковое оборудование из привокзального района в поселок Талаги в гости к воспитанникам детского сада Звездочка на его реконструкцию и возвращение в систему дошкольного образования мэрия направила 47 миллионов рублей садик рассчитан на 155 мест к слову детские сады в Архангельске не строились с конца 80-х ситуация стала меняться 5 лет назад тогда в городе начала работать утвержденная мэром Виктором Павленко программа строительства и капитального ремонта дошкольных учреждений ее итог красноречив построено 6 детских садов строятся садики строятся дома строятся планы улица Воскресенская начинается она там куда прибывают и откуда уходят из поморской столицы поезда в железнодорожном вокзале за последние пару лет Воскресенская поменяла свой унылый деревянный наряд и теперь украшена современными новостройками благо что и жители окрестных деревяшек могут вздохнуть с облегчением ведь у них появилась реальная возможность переехать в нормальные квартиры в каменных домах все потому что в Архангельске продолжается реализация программы развития застроенных территорий которая призвана сделать серьезный прорыв в решении одной из острейших проблем областного центра расселений ветхого и аварийного жилья тема обновления жилфонда впрочем интересует и тех кто в ветхих квадратных метрах не живет уважаемый Виктор Николаевич хочу выразить благодарность от людей которым вы помогаете из ветхих жилищ перебраться в благоустроенные квартиры но вопрос в следующем будет ли оказана помощь мэрии в капремонте всего жилого фонда Архангельска Согласно закона с 1 января 2013 года создан региональный оператор по капитальному ремонту и теперь этим будет заниматься региональный оператор значит определена последовательность ремонта домов ну мы предлагали в рамках этой и закон это позволяет в рамках этого фонда создать свой городской это было бы понятнее может хотя для нас было бы наверное и труднее и ответственнее наверное но мы хотя бы понимали ситуацию а оператор он в чем подчинение в городском муниципальном или в областном правительство области это региональный оператор правительства области теперь по закону ИФ эта функция и я надеюсь все таки ну учитывая там и опыт правительства области и возможность привлечения средств конечно капитальный ремонт пойдет усиленными темпами но при этом у нас есть ряд судебных решений по ремонту тех или иных домов эти судебные решения будут исполняться безусловно и у нас в этом году выделены средства на эти цели и порядка 30 домов мы в этом году капитальный ремонт сделаем и эту работу продолжим но вот уже в современных условиях вот обстоит так и жители открывают отдельный счет но это надо рассказывать долго открывает отдельный счет и так далее и так далее поэтому нет люди в этом случае все равно должны проявить беспокойство о своем доме то что я говорил да как же прочим обо всем проявить беспокойство потому что основное накапливаются их средства и куда они направляются да потому что 75 процентов домов в городе Архангельске их ремонт будет осуществляться в 2038 в 43 году поэтому стоит задуматься и все таки проявить заботу о своем доме до нас вновь дозвонила Татьяна Соловьева передает что считает вас профессионалом и сообщает что она против позиции сити менеджера следующий вопрос Нина Александровна Попова присоединяюсь к этому вопросу лично работа транспорта после 21.00 автобусы не ходят при том что по расписанию написано должны работать до 23.00 по собственному опыту знаю потому что заканчиваю работу поздно после 10 вечера вот из моего опыта проехать по городу можно только на такси здесь возникает вопрос что перевозчики в неком сговоре с таксистами почему транспорт не ходят я думаю что не знаю о таких фактах сговора здесь другая проблема значит в городе Архангельске ежегодно выходит более 500 единиц техники различных автобусов в основном мотопазики есть значит малая вместимость автобуса вот и конечно перевозчики частники к сожалению законодательство федеральное оно практически не дало нам права то есть мы маршрут определили и перевозчик поэтому маршрут так сказать ездит прав и претензии к перевозчикам мы предъявить практически не можем мы много раз задавали эти вопросы изменения федерального законодательства потому что люди спрашивают с нас конечно работаем заставляем каким-то договариваемся но чтобы это не происходило два года назад по федеральной программе мы приобрели 47 большегрузных большой вместимости автобусов и основные маршруты которые вот это и Сокогорка это экономия значит стараемся закрыть этими маршрутами предприятие к сожалению при том тарифе который существует вот еще для пазика если он еще перейдем на газ то 18 рублей он там с небольшой прибылью ездит то наш большой автобус вот этот тариф конечно нужен 20-25 рублей но такого тарифа нет последний сюжет из округа Воробина Фактория узнаем что там беспокоят жителей южные ворота Архангельска округ Воробина Фактория территория хоть и отдаленная от центра города но вниманием не обделенная в последние годы взор властей всех уровней был особо обращен в сторону поселка второго лесозавода именно здесь в рамках выполнения указа президента страны возводились дома для ветеранов Великой Отечественной войны членов их семей ответственность за стройку была возложена на правительство области вместе с тем из более чем трехсот новоселов ключи должны были получить и 73 ветерана Архангелогородца для ускорения вопроса с их заселением мэрия Архангельска выделила около 70 миллионов рублей для подключения строящихся зданий к воде фактически государственные субсидии в 1 миллион рублей муниципалитет по решению мэра Виктора Павленко добавил на каждого ветерана Архангелогородца еще миллион вопрос с водоснабжением и водоотведением был решен своевременно жительница дома номер 360 Ольга Корсакова уверяет за время прошедшие с новоселья коммуникации сбоя не давали я третью зиму буду жить тепло тепло у нас все время горячее обеспечил архангельский муниципалитет и подъездные пути к ветеранским домам мы же подъезжаем к другому дому бывшее здание детской поликлиники по адресу квартальная 7 менее чем за год было переоборудовано в 12-ти квартирный дом по решению мэрии Архангельска здесь заменили сваи установили стеклопакеты провели перепланировку заветные квадратные метры переселенцы из аварийного и ветхого жилья в том числе и Татьяна Занина получились с полной отделкой по сравнению с тем что я жила конечно довольна ванна есть сделана здесь ванна две комнаты по отдельности кухня благоустроенное жилье это конечно хорошо но из дома порой хочется куда-то выйти и не только на работу или в школу свой досуг ребятня и взрослые округа Воровина Фактория проводят с пользой для души и тела общей физическому развитию хорошо способствует физкультурно-оздоровительный центр Росток который относится ко второй муниципальной спортшколе здесь и зал для игровых видов спорта и два тренажерных и хоккейная коробка спрос на услуги большой а значит и износ того же спортзала не маленький поэтому мэрия Архангельска выделяет немало средств на поддержание Ростка в хорошем состоянии причем как внутри так и снаружи в этом году из резервного фонда мэрии было выделено 300 тысяч на ремонт спортивного зала это на замену сайдинга пластикового на железный сайдинг и на 400 тысяч было выделено на площадку на планирование площадки для того чтобы покрыть искусственным покрытием покрывать точнее латать крышу предстоит в главном культурном учреждении округа Ломоносовском ДК на эти нужды мэрия Архангельска выделила в 2014 300 тысяч рублей в этом году у нас серьезные проблемы с протечками на сцене выделены были деньги сейчас уже проторговали мы это все и рабочие приступают уже конкретно к ремонту за последние годы было сделано довольно таки много но самое главное конечно в последний год мы сделали хорошие красивые эвакуационные выходы самое главное это безопасность и поэтому вот то что сделано здесь во дворце довольно таки много у нас выходов эвакуационных это более семи это все сделано за счет бюджета современные выходы обошлись мэрии еще в 700 тысяч впрочем снаружи можно полюбоваться не только ими в 2013 году накануне 9 мая на территории Ломоносовского ДК открыли стеллу победы место было выбрано не случайно расположен монумент на улице названный в честь командира эскадрильи Владимира Никитова погибшего в 44 году в 2013 исполнилось 100 лет со дня его рождения город внес свой вклад в увековечивание памяти героя мэр Архангельска Виктор Павленко откликнулся на просьбу ветеранов и выделил средства на достойное оформление стеллы для этого были изготовлены и установлены гранитные вазоны для цветов больше растительности вскоре станет и в сквере на улице Русанова в прошлом году мэрия Архангельска выделила миллион 200 тысяч рублей на благоустройство сквера на улице Русанова это деньги сэкономленные округом пошли они в первую очередь на организацию детской площадки устройство газонов и посадку 44 деревьев вторую очередь благоустройства должны завершить к октябрю этого года а это и организация цветника установка бордюрного камня и скамеек по периметру здесь вся площадка будет заасфальтирована а позади будет посажено еще 2000 квадратных метров газона на эти цели выделено еще миллион 700 тысяч рублей если зону отдыха для взрослых еще предстоит оборудовать то прекрасная детская площадка давно стала излюбленным местом детворы родители кстати заиграющих чат спокойны удобно какие замечания все делают качели были сломаны позвонили пришли сделали ходим все здесь очень много детей гуляет суммарные 3 миллиона на сквер не идут в сравнении со средствами которые мэрия Архангельска в сентябре 13 года направила на ремонт Ленинградского проспекта от поселка второго лесозавода до Жаровихи в сторону Жаровихи хорошо стало ездить получше чем было конечно укладка нового дорожного покрытия была только началом большого проекта мэрии Архангельска по капитальному ремонту и реконструкции магистрали от окружного шоссе до границы с Приморским районом перспективы этого проекта сегодня интересуют многих горожан хотелось бы задать вопрос будут ли отремонтированы завершены работы по Ленинградскому и по улице Белогорской потому как я все время езжу в сторону Малокарел обязательно будут значит эти работы должны были провестись в этом году потому что по программе областного центра там основные объекты это дорожное строительство но поскольку программа была приостановлена поэтому к сожалению вот этот участок не был сделан по нашей договоренности собственно это была свое рода такая спонсорская помощь дорожная организация нам удалось сделать от объездной дороги до Жировихи а вот дальше к сожалению в очень плохом состоянии кусок дороги от Жировихи до Силикатчика он остался не ремонтирован поэтому здесь два направления или в программе которая сейчас вот по обещанию губернатора будет возвращена областного центра и там будут тоже дорожные объекты которые мы сейчас определим я думаю что мы вместе согласимся потому что эта дорога не только по территории муниципального образования это совершенно небольшой кусок но это дорога в Малое Карелое это туристическая дорога или по туристической программе федеральной программе в которой мы тоже участвуем и тоже там предусматриваются средства поэтому источник будет определен но уже в прошлом в следующем году мы эту дорогу полностью сделаем вопрос буквально вот такой по ветеранам новые платежи сейчас введены и стоит перед ними остро проблема сохранения льгот ваша позиция по этому вопросу о каких льготах идет речь если о льготах на проезд транспорта такая льгота предоставляется уже третий год нашим архангелогородцам старше 70 лет в начале это было 75 лет это проезд в общественном транспорте бесплатный проезд в общественном транспорте эта льгота сохранится мы в проекте бюджета 15-го года эти средства закладываем но других льгот муниципалитет не предоставляет поэтому что касается за то что я отвечаю я гарантирую что эти льготы останутся и ветераны конечно в связи с тем что все-таки немножко дорожает и стоимость и продуктов и услуги коммунальные услуги конечно это хорошее подспорье потому что это прежде всего конечно и они используют это доехать до больницы приехать к своим родственникам поэтому они очень благодарны и я думаю что мы вместе с депутатами гордома эти льготы обязательно оставим на последней прямой линии с президентом по-моему 12-летний респондент молодой человек спросил Владимир Владимирович тяжело ли стать президентом вернее как стать президентом задаю аналогичный вопрос от своего 12-летнего племенника тяжело стать мэром? тяжело стать мэром тяжело я работаю уже второй срок избран нашими горожанами получил такое доверие работаю второй срок уже третий год тяжело стать но самое главное тяжело быть мэром Ответственность огромная, вы видите столько вопросов, столько хозяйства очень огромнейшее, город сложный, но вы знаете, чувство, когда делаешь что-то и получается вместе со своими коллегами, то это, конечно, здорово. Мне хотелось бы свой второй срок закончить успешно и все-таки людям и город Архангельскому помочь, и чтобы город Архангельск действительно был комфортный для проживания наших жителей. Да это Бог, да это Бог. По инсайдерской информации мы тут узнали, что у вас родился внук, вы стали дедом. Мы вас с этим поздравляем, лично поздравляю. Как назвали внука? Рост, вес? Значит, он родился четверо суток назад, 29 августа в 21.43 в нашем Самойловском роддоме. Значит, рост его 51 сантиметр, вес 3,290. Просто, вот, назвали. Слава Богу, мама Даша чувствует прекрасно, он себя чувствует тоже хорошо, набирает вес, кушает хорошо, аппетит, наверное, у него, как у деда. Вот, и назвали мы его Николаем, в честь моего отца. Так что, вот, Николай Александрович. Спасибо вам за эфир, за то, что пришли, ответили на вопросы. На те, которые не успели, передал вам. Письменно будет ответ, я вас не подведу, все ответы будут письмами. Мы постараемся, и такое правило, помочь людям в решении тех или иных насущных вопросов. Спасибо, успехов. Спасибо вам.